Всем доброго денежного утра! Скоро появится гоночная ММО The Crew 2, шутер в антураже Дикого Запада Far Cry 5 и египетская Assassin's Creed. Да, все именно так. Минувшим днем компания Ubisoft, уворачиваясь от Аркана Вивенди, навела много шума в открытом мире твиттера, всего лишь запостив туда заголовки готовящихся тайтлов. На прилавках все они, включая вторую часть South Park The Fractured But Whole, появятся в течение 2018 финансового года. Но если переводить эту информацию с экономического на простонародный, то получится период с прошлого месяца до 31 марта 2018. А вот уже с того момента Ubisoft планирует радовать многочисленных фанатов своего творчества как минимум четырьмя ААА-проектами, три из которых будут продолжениями уже существующих игр, предполагайте в комментах какие, а один станет полностью новой IP. Также Ubisoft отсчиталась подоходом, если вкратце, за минувший, опять же, финансовый год, компания заработала полтора миллиарда евро, половина из которых пришлись на цифровые продажи. И чтобы вы знали, самыми прибыльными стали Ghost Recon Wild Plants, она еще и самая продаваемая, Rainbow Six Siege и The Division. Как ни странно, все денежные игры из серии Tom Clancy's. Кстати, уже пора бы начать откладывать понемногу на один из самых ожидаемых экшенов этого года, Hellblade Senua's Sacrifice. Ведь с каждым видеодневником разработчики из Ninja Theory доказывают свое умение находить очень креативные решения, казалось бы, непреодолимых задач. В последнем, творческий руководитель студии, Тамим Антониадес, поведал о том, как им удалось интегрировать реальных актеров в игру, собирая сцену таким образом, чтобы разница между CG и живыми героями не была заметна. Тем самым, они сэкономили кучу ресурсов и времени, что автоматически сокращает дистанцию Hellblade до релиза, который должен состояться в этом году. Между тем, компания Gameforge напоминает о своей экшен-стратегии Dropzone, которая три месяца назад появилась в магазине Steam. Если кто не в курсе, Dropzone — это не просто РТС, где требуется управлять целым отрядом юнитов. В ней еще присутствуют мобо-элементы, напряженные соревновательные схватки 1 на 1, 2 на 2 или 3 на 3, а также прокачка уровней своих героев. Игрокам придется собирать боевых человекоподобных роботов, кастомизировать вооружение и механические детали, а затем отправлять свои разработки в бой. Желательно с самого начала иметь какую-то тактику и придерживаться ее в сражении, чтобы набрать как можно больше очков за 15-минутный матч. И все же новость заключается не в этом. Ровно месяц назад Gameforge сорвала ценник с Dropzone и сделала ее бесплатной. А прямо сегодня будут добавлены очень полезные фичи. Таблица прогресса, упрощенные результаты матчей, более удобные информативные экраны в конце игры тренировок, но самое главное – ежедневные подарки и премии. Так что проходите по ссылке в описании, качайте игру и бейтесь во имя чести, славы или просто хорошего настроения. Еще один фри-ту-плейчик в сегодняшнем выпуске – это Crossout. Постапокалиптический ММО-экшен, который уже 30 мая планирует наконец-то выбраться из трясины раннего доступа на ПК, PS4 и Xbox One. Но уже сегодня обладатели консоли от Sony могут приобрести эксклюзивный набор и получить доступ к бронемобилям раньше остальных Sony-боев. Доработанная со всех сторон Crossout предоставит еще больше возможностей по созданию вездеходика, презентует новую фракцию Степные Волки и откроет еще один способ перемещения на механических ногах. Количество карт само собой также увеличится, а на некоторых появится гоночный режим. И последняя новость. Некие анонимные хакеры украли у одного из подрядчиков компании Disney новую часть пиратов Карибского моря и, требуя выкуп в виде большого количества биткоинов в свой сундук наглеца, грозятся разместить спираченных пиратов в свободный доступ. К делу была привлечена служба ФБР, которая заявила, что похитители где-то на краю света и найти их будет очень сложно. Разумеется, это сразу же напомнило недавнее проклятие сериальной жемчужины Netflix, у которой подобным образом стащили множество эпизодов оранжевый хит сезона. Netflix тогда отказалась платить и в итоге украденные серии оказались на бесплатных берегах торрент-трекеров. Компания Disney избрала тот же принципиальный путь, так что, по-видимому, мертвецы расскажут сказки еще до 25 мая. Ну и на этом все, дамы и господа. С вами был Даур Авицба и больше мне сказать нечего.